Недалеко от Севастополя, в селе Хмельницкое, на 70 гектарах поспевают технические сорта винограда. Это владение винодела Рэма Акчурина. Виноградарство давно стало делом всей его семьи. Теперь фермер с радостью делится опытом с теми, кто только решил заняться сельским хозяйством или набирается знаний, чтобы модернизировать существующее производство. Основное, на что стоит обратить изначально внимание, это на подбор местности, места, где вы собираетесь это делать. Очень важный фактор является анализ почвы и подбор посадочного материала к этой почве. Многие считают, что это все красиво, можно выращивать где угодно и что угодно, но есть масса ограничительных мер, на которые по анализу почвы надо обращать внимание. Главная задача уроков – вдохновить людей, научить их правильно вести сельскохозяйственное дело. Сегодняшний выезд на хозяйство Рэма Акчурина проходит в рамках программы СЕФАГРА. Это совместный проект, совместная программа Севастопольского регионального отделения опоры России, Центра сельскохозяйственных компетенций, Департамента сельского хозяйства и Центра мой бизнес. Рэм Акчурин – винодел, известный у нас в регионе. Он как раз делится сейчас своим опытом, как он это хозяйство организовывал, как он осуществляет производство продукции, продажу продукции, аспекты, как мы говорим о маркетинге, о продвижении, о каких-то фишках именно в реализации сельхозпроекта. Во время практического занятия Рэм Акчурин рассказал, как он и его семья пришли к тому, чтобы производить вино собственной марки. С начала этого года винодел начал строительство небольшого, но уютного комплекса для отдыха туристов. В этом здании фермер разместит и оборудование для производства и хранения вина. Рэм Акчурин уверен, винный туризм в Севастополе развивать необходимо. Это сможет привлечь в регион больше туристов. Начинающим сельхозпроизводителям готовы оказывать грантовую поддержку, отмечает руководитель Севастопольского Центра сельхозкомпетенций Александр Масолов. Надо сказать, что с 2015 года в Севастополе действуют государственные программы поддержки производителей сельскохозяйственных. Она реализуется правительством Севастополя, департаментом сельского хозяйства. И эта программа предполагает предоставление грантов начинающим фермерам. Каждый год объявляются конкурсы на предоставление грантов. Этот год не исключение. В этом году грант начинающий фермер добавился еще на меры поддержки государственной. Это грант Агростарта. Общественный представитель агентства стратегических инициатив Севастополя Андрей Риуцкий рассказал, почему так важен грамотно составленный бизнес-план. Мы учили фермеров составлять бизнес-планы для того, чтобы они, во-первых, могли спланировать свою деятельность, а во-вторых, чтобы они могли обратиться в департамент сельского хозяйства и выиграть грант государственной поддержки для реализации своего сельскохозяйственного проекта. Практическое занятие Рема Акчурина завершилось небольшой экскурсией по виноградникам. И третий важный момент, о котором многие спорили долго, это важный момент. То есть наличие воды. До сих пор есть и продолжаются эти споры. А надо виноград поливать, а не надо его поливать. А вот виноград должен мучиться и что-то там такое несут. Да, это самое. Уже давно доказана наука, особенно для белых сортов гидростресс является негативным фактором. То есть, чтобы вырастить качественно хорошие белые сорта, обязательно надо поливать. После полученных знаний об уходе за виноградом гостям предложили продегустировать напитки, полученные из урожая разных годов сбора. Дарья Юхновская, Юрий Риутин, Севинформбюро.